добрый вечер друзья надеялся что больше мне никогда не придется снимать эти лайвы касательно того что происходит у нас в стране с пандемией куда мы катимся как развиваемся какие запреты ставят какие запреты снимают все надеялись что с моментом появления вакцин не только в молдове но и во всем мире нескольких вакцин и практически каждый месяц нам говорят о том что регистрируются все новые 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 вакцины я искренне надеялся как и многие из вас что месяц два-три нас всех провакцинируют и мы все больше не будем узниками данной ситуации узниками пандемии все мы заживем своей обычной прекрасной жизнью которой мы жили до этого но прошел год прошел год с момента того как нас впервые запугали напугали мы услышали слово локдаун прошел год с того момента когда казалось бы мы уже должны были очень многому научиться в том числе и борьбе с пандемией в том числе и приспособиться либо выздороветь либо всем переболеть либо как минимум приспособиться к данной ситуации и двигаться дальше но вот прошел год и у нас опять последних пару дней очень жестко тиражируется благодаря нашим властям тиражируется фраза локдаун что опять молдова будет закрыта непонятно как непонятно в каком формате непонятно насколько но вчера пример министр исполняющие обязанности заявил о том что не удивляйтесь если мы закроем вас всех потом а ну наверное в том числе и бизнес закроется и многое другое к сожалению цифры которые мы видим каждый день число заразившихся но не дает никакого оптимизма к сожалению очереди на и скорых на ковид-центре стоят к сожалению цифры превышают более полутора тысяч из число погибших тоже далеко не радует и понятно что что-то будет понятно что что-то произойдет но вот что произойдет и почему вот это остается наверное самой большой загадкой для меня и для многих из вас и в большей степени остается загадкой почему мы не были готовы почему казалось бы через год почему когда мы уже регистрировали еще маленький показатель заразившихся мы опять оказываемся в топе стран с количеством заражения мы опять оказываемся на грани блокирования на грани на грани локдауна всей страны помимо того что у нас политический кризис помимо того что у нас экономический кризис ну вот и мы получаем еще и такой вот подарок и для меня на самом деле это абсолютно не то что неожиданно абсолютно показывает полную некомпетентность властей в данном вопросе есть огромное количество пунктов которые можно было бы решить не прибегая к каким-то серьезным мерам тем более тем более что вы уже это проходили мы проходили локдаун весной когда по сути стало понятно что ничему хорошему не привел кроме того что наша экономическая ситуация ухудшилась и куча бизнесов пострадала и до сих пор не может прийти себя некоторые так и не пришли в себя мы мучаем хареку ресторана отель и прочее десятая мы мучаем торговые центры рынки и очень 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 много бизнесов которые до сих пор не могут отойти еще от весеннего локдауна и конечно можно долго рассказывать об огромной финансовой помощи людям об огромной финансовой помощи бизнесу который на самом деле никто не получал а если и получал то с таким страхами риском что лучше лучше было бы этого не делать для меня есть определенный ряд непонятных допустим моментов которые мы на самом деле по сегодняшний день не смогли решить и я думаю что многие со мной согласятся те кто болел особенно как один из пунктов распространения ковида это люди которые заведомо знаю что они больны абсолютно ведут дальше точно такую жизнь как они вели до этого люди которые заражены люди которые должны были на самом по-хорошему сидеть дома эти люди продолжали гулять эти люди продолжали вести свою деятельность эти люди работали ходили встречались людьми и я слышал очень много таких случаев и знаю даже таких людей которые заболев имея позитивный тест на ковид они жили дальше заражая распространяя людей почему это происходит власти говорят что у нас нету физической возможности наблюдать одновременно за таким количеством людей ну лично меня и моих знакомых на протяжении последних шести месяцев всех кто болел ни разу никто не проверял вот просто ни разу никто не проверял и казалось бы мы такая маленькая страна но почему-то допустим украинцы знаю менталитет свой с первых же дней разработали мобильное приложение которое следило где находится человека где находится человек если ему предписано было самоизоляция то телефон наблюдал за ними более того приходило постоянно сообщение с требованием покажись что ты на месте у тебя все хорошо мы этого не смогли сделать это оказывается наверно высокие технологии и нужно было для этого пригласить его на маска и и списать несколько миллионов евро вот может быть мы тогда вы смогли разработать такое приложение которое бы как минимум даже если бы одной имела какие-то лаги и оно не могло бы сто процентов гарантировать определенную так скажем определенный контроль но зная как большинство наших людей далеки абсолютно далеки от понимания техники досконально это был бы один из очень весомых факторов испуга человек зная ему бы на рассказывали что телефон сиди за тобой где бы ты человек сидел бы дома по крайней мере не ходя и не распространяя свои вирусы мы этого не смогли сделать мы не можем заставить людей использовать и носить маски у нас есть определенная категория людей которые до сих пор считают что вирус это выдумка это ваше право но и мое право и право людей вокруг меня и моих близких быть здоровыми и если вы являетесь носителем вируса либо вы являетесь противником маски сидите дома либо избегайте какого-то массового скопления людей я не против маски и я не знаю людей которые бы вокруг меня были против масок потому что проехаться на общественном транспорте с утра 20 минут и вечером 20 минут и нельзя в этом проносить маску это очень странно никакое там ваше мега состояние здоровья как многие его там это ухудшает акцинизацию или кислородное голодание и тому подобное в восточных странах в Китае, в Японии, в Азии люди уже десятками лет носят майки маски и не умирают раньше у вас и это все окей я не очень понимаю почему мы настолько сильно расслабились что да у нас когда-то были по 2 сотрудника полиции либо карабинеров я уже не помню и военные стояли на остановках и следили какое количество людей там загружается в общественный транспорт в масках или они не в масках я просто в цифрах прикинул у нас в муниципе Кишино в Кишиневе да где-то порядка 350 остановок это со всеми пригородами остановки которые даже не работают вот если на них стояло по 2 человека то это 700 человек сотрудников органов правопорядка и армии которые стояли на остановках почему нельзя по одному человеку из этих людей чтобы они не стояли на остановках а чтобы они находились в общественном транспорте у нас в Кишиневе 400 троллейбусов даже меньше там 370 троллейбусов и порядка 120-130 автобусов ну еще конечно же есть маршрутки которых там еще 200 то есть почему нельзя этих же сотрудников посадить в каждую единицу общественного транспорта не хочет человек ехать в общественном транспорте с маской будь добрый иди пешком ну никто же не против ну не нравится тебе в маске ехай на ногах своих пешком мы могли это сделать абсолютно спокойно но нет мы говорим о том что у нас власть вернее говорит о том что у нас нету физических возможностей контролировать за всеми и за всем следить но при этом у нас есть финансовая возможность закрыть страну на локдау и дать людям просто умереть с голода ведь нужно тоже в общем прекрасно понимать один простой момент комиссия чрезвычайно не состоит из бизнесменов и она не состоит из простых рабочих там продовольственного магазина складовщика, грузчика, водителя или еще кого-то комиссия состоит из чиновников чиновников в большинстве своем ни разу в жизни не работавших на частную структуру или на частный бизнес или живших на деньги которые они заработали в частных структурах зачастую это чиновники которые работают очень много-много-много-много лет на государстве это врачи это разные сотрудники министерств там МЧС, полиции и тому подобное конечно же этому человеку абсолютно все равно он знает что государство ему обязано выплатить зарплату будет локдаун будет не локдаун будут какие-то запреты частичные государство обязано ему выплатить заработную плату более того это уже пройдено то есть мы видели первый локдаун когда часть населения получали вог а чиновники бенни мерси как говорится на романском языке они получали, они жили все у них все было хорошо они получали зарплату, которая генерируется с наших налогов то есть мы не могли эти деньги которые в тот момент, когда люди сидели дома не платя налоги с остатков налогов платили все равно зарплаты чиновникам и понятно, чиновники обидятся на меня я как частично чиновник не имею права, наверное, такого говорить но это было абсолютно некорректно со стороны чиновников они точно так же должны были отказаться от своей зарплаты как мы ее не получали не получал бизнес возможность зарабатывать не получали, наши сотрудники получали зарплату не получали зарплату такие они и должны были но нет при локдауне мы с вами сосали палец они сидели дома и получали свою зарплату потом они, конечно, отрабатывали Ну, я думаю, спроси любого из вас, если бы вам предложили точно так же вернуть время и сказали бы, вы будете отрабатывать по субботам или по тому подобного рода, вы бы тоже согласились. И сейчас бы, наверное, согласились. И вот когда такие люди принимают решение ввести локдаун или не ввести локдаун, и тот же самый парламент, где 99,9% людей далеки и абсолютно далеки от бизнеса и от того, как живет народ, будет это рассматривать, это очень странно. И очень странная позиция врачей. Для меня лично, я это написал, и я с момента начала пандемии старался всегда поддерживать врачей. Призывал соблюдать все возможные требования, которые нам предъявляет медицина, государство. Мы должны были все вместе бороться с этим. Но я не вижу этого единства по итогу со стороны медиков. Появляется вакцина, которая по-разному, кто-то говорит плохая, кто-то говорит хорошая, но в любом случае она имеет более 50%, а в реальности более 72% положительного результата. Более того, там есть еще целые анализы, и оно вот так вот все разложено, почему на самом деле AstraZeneca чуть-чуть меньше, потому что где-то в Африке там есть один штамп, который она не сильно действует. На британский штамп она действует на 90%, и вот-вот-вот-вот оно все раскладывается. И появляется эта вакцина. Казалось бы, врачи, которые нам говорят, вакцинация единственный способ, так они всегда говорили, по крайней мере в начале пандемии. Мы все очень неблагодарные люди, потому что мы не хотим сидеть дома, видите ли, мы хотим кушать, мы хотим работать, а мы должны сидеть дома, для того, чтобы у них было меньше работы. Потому что система медицинская нагружена, пацаны, я не могу, там не хватает денег и прочего десятого, и у них там полный абсурд, появляется вакцина. Южные врачи говорят, пацаны, сори, мы не прививаемся, мы не будем вакцинироваться. То есть, я, честно говоря, немного остался в шоке. То есть, вы не будете вакцинироваться. Ну, один из доводов был очень интересный, который многие так начали, типа, да, это подарок румынов, спихнули нам то, что у них не хочет никто ставить и тому подобное. Все, не будем этим подарком вакцинироваться. Пошло бы все, лесом ждем другую вакцину. Знаете, сегодня правительство закупило ту же Астрозенеку, еще там 20 тысяч порций, и это уже не подарок. Это на самом деле вакцина, которую правительство закупило по линии платформы Ковакс, на которой все страны закупают или делают заказы на вакцину. И вот мы сидим и ждем. Более того, я был немножко удивлен о том, что, допустим, тот же спутник ВИИ в Молдове попросила зарегистрировать частную компанию, которая, скорее всего, частная компания, это будет являться единственным официальным дистрибьютором в Республике Молдовы. И даже если государство захочет купить, то она, опять же, будет обязана покупать у этой частной конторы, а не напрямую у производителя. И более того, эта вакцина, которая появится, она будет за деньги, не бесплатно. И к чему мы приходим? С одной стороны, комиссия и власти говорят, что нам необходимо вакцинироваться. Давайте вакцинироваться. Да нет, вам нет необходимости вакцинироваться. Вас когда-то вакцинируем, вначале будем вакцинировать врачей. И врачи говорят, мы не хотим. И я немного не понимаю. Потому что вначале не было масок, они болели. Вначале не было опыта, они болели. Вначале не хватало никаких защитных средств. Они болели. Потом давайте дадим 16 тысяч леи на первую линию. Не знаю, кто-то говорит, что получал, кто-то говорит, что не получал. Затем говорят, сегодня приняли закон о том, что в случае, если умер врач, семья должна получить 100 тысяч лей компенсации. Ну там не только врач, по-моему, и другие. Окей. Но почему тогда никто не должен вакцинироваться? Почему нас... Дайте тогда, если врачи не хотят, объясните тогда причину, почему мы ежедневно читаем в сводке, да, с фронта, с фронта, что 50, 60, 40, 60, 70 врачей заболевает ежедневно. Я иногда, когда вот так пытаюсь посчитать, что где-то порядка уже 7 месяцев прошло, 210 дней, грубо говоря, пандемии, хотя уже практически там год, по 50 врачей в день, это порядка 15 тысяч сотрудников Министерства здравоохранения уже переболело. Говорят, некоторые по 4 раза, ну, некоторые по 3 раза, ну, 10 тысяч уже переболело. И чего мы ждем? Понятно, что эти 10 тысяч переболевших заразили еще кого-то. И вот врачи отказываются вакцинироваться. При том, что во всем нормальном мире врачи вакцинируются. Да, и кто-то опять же говорит, они не хотят вакцинироваться этой вакциной. Да, поверьте мне. Поверьте мне, что приедет другая вакцина. Я знаю очень много врачей, которые мне в личных беседах всегда говорили, мы не будем вообще вакцинироваться ничем. Мы не хотим. Мы же тоже смотрим РЕН-ТВ и читаем Одноклассники. Мы же тоже, блин, верим в Бога и верим, что молитвой и святой водой можно вакцинироваться лучше, чем Астрозенекой. Вот в этом и выглядит весь абсурд. Абсурд, когда власть вместо того, чтобы контролировать, контролировать тот же междурайонный транспорт, междугородний транспорт, где я постоянно вижу, у меня, слава Богу, есть достоверные источники информации. Такая группа, где 110 тысяч человек выкладывают ежедневно. Я вижу ежедневно фотографии микроавтобусов или автобусов, привозящих к Кишиневу людей с районов, где там ни один человек не в маске. Где эти транспортные средства перегружены на 120%. Где помимо там, как говорили, 50% загруженности сидящих мест, а там огромное количество людей еще стоя стоят. И я не говорю уже про наш общественный транспорт муниципальный. Я не говорю про наш базар центральный, где куча людей ходят абсолютно без масок. Я не говорю, что для чего опять брать и пугать людей, если можно точечно пытаться решать эти вопросы. И это будет экономически выгоднее, нежели взять и закрыть всю страну. Потому что если мы сегодня с вами не будем платить налоги, эти люди, которые сегодня получают зарплату с наших налогов, как они ее получат? Ведь сегодня уже практически все открыто говорят, что денег в бюджете до мая. Максимум там мая, июнь. И дальше денег нет. Как они будут получать зарплату? И вот этот вопрос меня больше всего удивляет. Что выходит человек, который должен максимально, максимально пытаться успокоить население, максимально пытаться объяснять населению, пытаться как-то лаврировать, чтобы люди заранее не пугались. Он выходит и говорит, короче, вы там это сильно не партесь, у нас будет локдан. Ну, это неизбежный факт. Какой? Как? Закроем границы. Не будем выпускать. Будем впускать. Остановим все. заварим, я вспоминаю стихи мужа сам, когда только пандемия началась. Если помните, заварили ворота в подъезде, двери в подъезде, чтобы люди не выходили. Вот вы понимаете, до какого абсурда мы сейчас доходим? Да, есть очень много в Европе стран, которые, Чехия, там хуже ситуация, еще хуже, чем у нас. В Украине западная часть. Такая же ситуация. Буховель никто не хочет закрывать, но при этом все больницы заняты и все забиты. Но давайте думать логично. Давайте думать, что у нас на самом деле есть армия. У нас есть солдаты, у нас есть карабинеры, у нас есть полиция. Давайте думать, как это все использовать для того, чтобы люди начали соблюдать все необходимые правила. Вы отправили уже детей. Отправили детей на онлайн обучение на две недели. Для чего еще осложнять и ухудшать ситуацию, чтобы люди впадали в панику? Я сегодня, наверное, 50 раз минимум услышал этот вопрос. Что будет? Люди, еще ничего не получив, никакой информации, уже запуганы. Для чего? Ну, для чего вот это вот... Обычно врачи, наоборот, даже в предсмертном состоянии человеку не говорят о том, что он умрет. Они стараются его максимально поддержать, чтобы он на позитиве как-то вытянул дольше. А вы берете специально людей, программируете осознанно в какой-то негатив. Даже если вы ведете этот локдаун через неделю, зачем, чтобы всю неделю люди сидели тряслись? Чтобы люди не понимали, для чего это. И если ты говоришь А, то скажу уже и Б. Скажи конкретно, что тогда-то и тогда-то мы будем делать это, 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 чтобы люди понимали. Но не так. Мы ведем локдаун, потому что это неизбежно. У нас большое количество роста заболевшихся. Но у нас едет вакцина, но мы вакцины не хотим колоться. И мы не знаем, что вообще делать. И мы, короче, вообще просто ничего не знаем. А чтобы как-то спастись с этой ситуацией, мы все нахер закроем. Вот как выглядит речь этого премьер-министра, исполняющего обязанности, который это сказал. И я опять же повторюсь, для меня не очень понятно, когда у нас есть огромное число полицейских, солдат, карабинеров. Пусть они проверяют. Ведите опять запреты на хождение по улицам без масок. Контролируйте общественный транспорт, контролируйте рынки, контролируйте торговые центры. Контролируйте дискотеки, контролируйте клубы, где люди тусят. И мы это постоянно все видим. Где в 2 часа ночи все начинают обниматься. Это почему не контролируется? Зачем брать и убивать эту экономику, которая уже добита? Я понимаю, что многие рассуждают, чиновники, в формате того, что нельзя потерять то, чего нет. Понятно, что в Молдове нет экономики и ее нельзя потерять. Была бы у нас экономика, мы бы, наверное, могли спокойно пойти на локдаун и получать какие-то деньги, компенсацию за то, что мы сидим дома. Но мы этого не получаем, потому что у нас нет экономики. И, видимо, некоторые чиновники так и рассуждают. Раз нет экономики, что терять? Закрылись, как-то выживут. Как-то не знаю, что. А я не хочу опять видеть этих людей, которым мы носили продуктовые пакеты, еду, которые сидели дома с пятью пельменями в морозильнике последними. И у них больше ничего не было. Вот в чем я. Я не могу этого понять. Мы очень маленькая страна. Здесь можно контролировать все, что угодно. Если бы были мозги, как это делать. Но, к сожалению, проще все закрыть и сказать, что это единственный выход. Потому что врачи не хотят вакцинироваться, им не нравится эта вакцина. Я вас уверяю, какая бы ни была вакцина, они не будут вакцинироваться. Они будут придумывать миллионы способов. Потому что врач не дурак и понимает прекрасно, что слишком быстро сделанная вакцина не может точно 100% гарантировать. Тем более, что многие говорят о том, что Pfizer заявляет, что вакцинироваться придется каждый год. Поэтому давайте как-то приспосабливаться. И давайте в первую очередь контролируем тех, кто заболел, чтобы они сидели дома. Те, кому подписано по возвращению и по приезду откуда-то из-за рубежа сидеть на карантине, пусть они сидят дома. Надо было целый год, целый чертов год, чтобы наши власти додумались, что в страну можно пускать людей только с тестом. Вот все другие страны это сделали давным-давно. У нас нет. Зачем? Ну если человек сделал тест, пусти его, пусть он живет себе. Если не хочет человек делать тест, ну пусть сидит себе дома. Год прошел, чтобы наши додумались, что да, давайте, хорошая идея у соседей, у других стран, будем впускать в страну людей только с тестами. Ну или по крайней мере будем считать, что если человек сдал тест, он свободен и может не сидеть на карантине. Год. Это гениальная идея, наверное, была. Просто это Стив Джобс отдыхает. Для этого нужны были миллионы труды, миллионы часов работы для того, чтобы додуматься, что надо было просто сделать, чтобы люди въезжали в страну с тестом. Тем более, когда у нас уже на рынке абсолютно свободно гуляют фальшивые тесты. Иди покупай. Дешевле стоит. Говорят, в два раза дешевле стоит. Вот понимаете, вот эта вся абсурдность, она приводит к тому, что ты на самом деле смотришь. И я вас огорчу, наверное, если вы думаете, что от перемены мест что-то изменится. И когда меняются головы, да, то ниже ничего не меняется. Если вы думаете, что поменяв лево на право и правых на левых, чуть-чуть ниже что-то меняется, ничего не меняется. Все те же самые люди будут с той же самой комиссией, будут принимать точно такие же решения. И все будут поднимать лапы вверх и говорить, сорян, ситуация, мы ничего не можем сделать. И вот эта вся абсурдность данной ситуации, она лишь просто показывает и наше общество, которое вместо того, чтобы сплотиться, пытаться на самом деле как-то сохранять или следовать каким-то мерам. Всем пофигу, все хотят жить как они хотят, все хотят делать, что они хотят и тому подобное. И ничего не будет меняться. И казалось бы, что у власти есть все рычаги сегодня. Ну давайте минимальными этапами отправили детей на учебу, давайте следить за этим общественным транспортом, давайте следить за этими рынками. Давайте смотреть, ведь у нас нет анализа по сегодняшний день. Я не знаю, может быть кто-то из вас видел анализ или по крайней мере какой-то труд по изучению мест заражения, где человек чаще всего заражается в Молдове. Может быть это кто-то знает. И я такого не видел и не слышал, чтобы нам четко сказали. Больше всего у нас люди заражаются там, не знаю, в школах, все, в школу ушли там на онлайн обучение. Второе место это там общественный транспорт. Давайте, мы не можем этого знать, потому что у нас 99% людей этого не скажут, потому что ты заразившись на работе, ты никогда не скажешь, что ты заразился на работе. Потому что, а вдруг ты придешь и скажешь, что ты заразился на работе, а к тебе придут на работу и закроют всех. И никто этого не будет, к сожалению, отслеживать и не будет знать. Поэтому, что касается локдауна, и если его ведут, я думаю, это будет одна из самых глупейших ошибок всего политического класса, абсолютно всего политического класса. Потому что первый локдаун показал, что это не выход, что ничего не меняется. Мы прожили абсолютно прекрасно после локдауна с минимальным количеством заразившихся, и 200, и 300, и 400 человек. Мы жили прекрасно с этим. И почему-то мы могли, и почему-то сейчас мы этого не можем. И если, опять же повторюсь, если наша власть пойдет на такой шаг, это будет, скорее всего, самая большая, тупейшая ошибка, которую она сможет сделать. Потому что еще раз бизнес выжить после какого-то локдауна просто больше не сможет. И рассказывать сказки о том, какая будет помощь дана бизнесу, будет очень неправильно. Потому что никто из бизнеса не получал эту помощь. Может быть, получили какие-то свои там, или те, кто был уверен, что он 100% после проверки не сможет пройти проверки. Что касается вакцинации, почему и нет, не знаю. Я не буду вакцинироваться, потому что я переболел, и по логике вещей меня даже не должны вакцинировать в ближайшее время. А если у нас появится платная вакцина, то, скорее всего, я провакцинируюсь. Ибо меня, думаю, заставят, как и многих других, что выезд за рубеж будет запрещен, и по-другому ты не сможешь выехать. Поэтому посмотрим завтрашний день. Завтра он будет, скорее всего, решающим. Завтра, скорее всего, будет собираться комиссия. Завтра будет заседание парламента, на котором будет понятно, что будет дальше. Но еще раз повторюсь, я надеюсь, что у них, у всех, хватит немного мозгов. В формате, что нет необходимости отключать полностью экономическую деятельность. И есть возможность как-то постепенно стараться отсеивать. Тем более, что, опять же, абсолютно все соглашаются с тем, что рынки не соблюдают. Общественный транспорт забит. Междугородный транспорт забит. И такие места как раз и есть, наверное, самым большим местом скопления, где люди могут передавать друг другу вирус. Поэтому берегите себя. Будем надеяться на лучшее, будем надеяться, что им хватит разума и сил думать мозгами, а не только тем, что все плохо. И они подумают о том, что нужно думать о том, что людям надо что-то кушать и страну надо как-то сохранить, а не только воевать между собой и пытаться как-то доказать, кто из них круче. Людям на самом деле уже скоро будет все равно, кто там круче, кто сильнее, кто жирнее, кто худее. Людям важно сейчас, чтобы у них оставалась работа, оставался бизнес и страна могла хоть как-то оставаться на плаву, потому что мы не та страна и не настолько богатая страна, которая может себе позволить какие-то локдауны или какие-то остановки даже временно и недолгие экономики. Хорошего вечера.